Дальше люди начинают вот эту самую красоту проецировать и на себя, и видеть красоту и вот это вот нарушение хаоса, да, то есть появление порядка, не только в окружающем мире, но и в себе. Наидревнейший пример — это предсамутая галька из Макапангаты, где австралопитек 3 миллиона лет назад нашел где-то там в русле реки клевую гальку с выбоинками в виде лица, опознал это, видимо, как лицо, и не поленился 30 километров это дело тащить. Придума, что это еще австралопитек, там Макапангаты кости-то есть, а не австралопитековые, это же Брекчее. Ну, а поскольку это Брекчее, это как бы оно случайно завалиться туда не могло, то есть как в Репалюсте там, да, то может затоптали, может нет, как бы фиг поймешь. А здесь-то это сыментированное отложение, бетон, где случайно ничего не окажется никак. И вот такая галька, тем не менее, обнаружилась. То есть это значит, что австралопитек, у него еще орудий не было, он еще там не говорить не умел, ничего. Вот как бы прикололся и решил, о, здорово. Причем даже вопрос, как он там формулировал-то у себя в голове, потому что у него речи-то не было. Вот, правда, там на одном черепе есть такие шиловидные отростки, именно в Макапангате, что может быть уже что-то такое пробурчало там невинятное. Но, тем не менее, упорство ему не занимать. Ну, то есть тащить 30 километров, это как бы надо уметь, это же в руке надо нести. И, по сути, он прошел зеркальный тест. Ну, в последующем, ни шатка, ни валка, как бы все это развивалось, распространялось. Ну, следующие два примера, в принципе, это вот и все, которые на то время есть. Это статуэтка из Тантана и Берехат Рама. Ну, из Тантана подревнее, где-то в полмиллиона лет, из Марокко, а из Берехат Рама в Израиле где-то 200 тысяч лет, когда были найдены камни, которые просто камни, но с такими вот выбоинками и щербинками, которые тоже похожи на человечка. И тут уже, в отличие от Макабанз Гата, они подправили эти выщерблинки, чтобы больше было похоже на человечка. И даже на какой-то веревочке, видимо, таскали. Ну, вот Берехат Раме, там затерта такая зашлифованность, вот где шея как бы. Ну, так что, видимо, где-то это было подвешено. Там уж где, как они носили, бог его знает, но тем не менее. Вот. А такое вот прямо изготовление и акцент на человеке начинается уже только в верхнем Палеолите, с появлением кроманьонцев. Ну, и древнейшая статуэтка человеческая, это вот из Холлифелс в Германии. Это то же место, где и древнейшая дудочка, и практически тот же слой. Ну, может, там немножко другое, но не суть важна. И с тех пор, собственно, стали изображаться человеки. Ну, в Холлифелс это из бивня мамонта, вдоль невестойницы это... Это... А, что-то я тут не вставил, но неважно, там из керамики, есть из известняка, есть из камня, есть там из рога и там еще угодно. Ну, и с вероятностью там 99% еще было дофига там каких-нибудь деревяшек, там соломы, чего-нибудь такого, чего мы и не находим, понятное дело. Ну, чаще всего из деревяшек, конечно, делали. Но, слава богу, что-то сохранилось. При этом показательно, что чаще всего это изображение именно как бы тела человека в целом, а головы-то бывают далеко не всегда. И вот в Холлифелс там петелька на самом деле, там вот то, что пумпочка такая наверху, это не голова, это с дырочкой такая петелька, чтобы подвешивать куда-то на веревочку. Вот, если голова есть, чаще всего там либо просто пупырка, без каких-то опознавательных знаков, либо там какие-то то ли прически, то ли шапочки. Ну, очень редко есть лица, там буквально таких совсем немного. Там в Авдеево такая есть, в костюмках, по-моему, какая-то. И вот самый известный из Барсимпуи. Но лица крайне редко. Вот, а шапочки довольно регулярно все-таки. И что характерно, все эти статуэтки, хотя там стиль как бы более-менее прослеживается иногда, ну, тоже так относительно, но они каждый раз индивидуальны. И если вот какая-то голова хоть как-то моделирована, каждый раз по-другому. А иногда еще какие-то украшения, ну, какие-то царапульки там на ручках-ножках, ну, то ли это татуировки, то ли скарификации, то ли какие-то там росписи, да, изображены. Вот, ну, то есть тоже индивидуальные какие-то значки. И это с большей вероятностью говорит о том, что изображались не абстрактные какие-то там богини плодородия, а прям-таки конкретные люди, конкретные человеки. Ну, чаще всего женщины, там, 90%, даже больше, наверное. И более того, есть такая версия, что это, собственно, женщины же и делали. Вот, это мы и не знаем, и, скорее всего, было по-разному, потому что это штуки, сделанные на интервалах, там, в тысячи лет друг от друга. Ну, то есть, скажем, там, от Хелли Фелса до Бросимпуи, а, нет, до Бросимпуи там особо нет, но до этой, там, 10 тысяч лет разница, да, до Леспюга. Ну, вот, а 10 тысяч лет, это как от нас, там, до Каменного века. И понятно, что это люди, которые между собой не общались никак вообще и повлиять друг на друга не могли. Ну, вот, совершенно разные плена, тем более, что, ну, здесь все европейские, даже такие западноевропейские, а такие же есть и в Америке, там, где угодно. Ну, вот, так что тут, опять же, главный принцип, что мозг человека стал достаточно развитый, чтобы мочь это сделать, ну, и делали. Ну, вот, ну, может быть, женщины, где-то, наверное, и мужчины делали, и с совершенно разными, наверное, целями. Где-то, может быть, ритуальные, где-то игрушки, где-то там что-то еще, просто украшения. Ну, вот, но главное, что могли. И старались сделать, чтобы оно было, как бы, красиво. Ну, понятия красоте у них могли быть довольно, конечно, своеобразные. Ну, вот, недавно была чудесная статья, где пытались привязать форму этих фигурок к климату и доказать, что это как-то там увязывается с доступностью ресурсов, там, хорошестью и, там, плохостью жизни. Вот, но там увязка такая очень сомнительная и довольно так хитро интерпретируется, потому что, например, ну, там видно, что там в похолодании там они такой-то формы. Вот, но можно сказать, что в похолодании им жилось хуже, а может быть, на самом деле, наоборот. Может быть, когда было холоднее, степи были более открыты, и копытных животных вообще-то было больше, на самом деле, в холодные эпизоды. А когда становилось теплее, все зарастало какими-то кустами, там, пойди поймай, там, этих кабанов в кустарнике. Вот, поэтому доступность ресурсов при ледниковом периоде вообще, строго говоря, больше, чем в межледникове. Ну, вот, и мы это, кстати, прекрасно видим по стоянкам, то есть, когда пик ледникового периода, там, самое шикарное искусство всегда. Ну, вот, поэтому привязать туда форму, как бы, этих тушек, да, как бы, может быть, в ледниковый период они там больше мерзли и жирком бросали, может, они лучше питались, потому что копытных больше, а может быть, наоборот. Вот, и поэтому, то ли они изображали их такими толстенькими, потому что они такие и были, потому что хорошо питались, на самом деле, а может быть, это был идеал, как бы, бог его знает. Но, по крайней мере, они старались делать, и, скорее всего, они, как бы, вот, старались сделать, чтобы красиво.